Ольга Леонардовна Власова 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 количество шипиков дендритных, так и их распределение по раздельным типам, по нескольким типам. Ну, условно, они называются грибовидные, тонкие, пеньковые. И, в принципе, вот здесь представлены результаты для линии КАИ. Это, собственно, модель болезни Альцгеймера с мутацией пресинелина белка. Здесь видно, что перераспределение происходит от грибовидных в сторону пеньковых. Ну, и видно также, что для данной модели общее количество также шипиков изменяется в сторону уменьшения. Следующий слайд демонстрирует аналогичную ситуацию, но уже для модели болезни Хантингтона. И вот здесь такая линия ЯК-128. Это связано с повтором глютамина. В результате образуется мутантный белок и развивается данное заболевание. Ну, и здесь мы тоже видим, что общая плотность шипиков также меняется и изменяется распределение. Но здесь уже от грибовидных в сторону тонких шипиков. Ну, и понятно, что естественно, морфологически все явления должны сопровождаться изменениями в основной деятельности нейронов, которые связаны, в общем-то, с генерацией потенциалов или генерацией токов нейронами, с их электрической активностью. Можно поисследовать это, используя химические, электрические активаторы, используя известные методы, такие как метод локальной фиксации потенциала. Ну, в принципе, конечно, наиболее так интересно нам представилось попробовать поисследовать это, используя такой современный метод, который сегодня мы обсуждаем, это оптогенетику. Ну, и понятно, почему это интересно, что, конечно, можно все-таки осуществлять направленный контроль определенного типа клеток при неизменном состоянии других, отбор активации нейрональных путей, временное разрешение данного метода, так сказать, соответствует физиологическим временам, поскольку мы имеем дело с ионными каналами и фактически это времена физиологические для клетки. Опять же, удобно, что можно работать и с интактными системами, включая, собственно, свободно движущихся животных. Ну, вот сегодня я в основном могу вам рассказать о том, что получено в лаборатории, конечно, на клеточном уровне, поскольку мы, лаборатория сама существует 5-6 лет, и, соответственно, оптогенетикой мы фактически занимаемся с нуля и разбирались с этим вопросом на уровне клеток. Вот сегодня я хотела бы рассказать о том, что получилось при исследовании функциональности синаптических связей между такой смешанной кокультуре коры и стриатума при сравнении нормы и мышей модели болезни Хансингтона. Далее еще один из разделов нашей работы был посвящен все-таки поскольку мы в техническом университете поиску режимов таких оптимальных световой стимуляции, поскольку понятно, что раз свет это дело запускает, надо понять все-таки в каких оптимальных режимах мы должны работать. Ну и используя подобранные режимы мы попробовали посмотреть, сравнить активность нейронов гиппокампа в норме и у мышей моделей болезни Альцгеймера, которые я говорила выше, с пресинелиновой мутацией. Ну и вот здесь приведены эти модели, как я уже говорила, модель Хантингтона ЯК-128, пресинелиновая модель болезни Альцгеймера, использовали для экспрессии апсинов, использовали плазмиды, которые соответственно содержали информацию о канале Радапсин во втором или Галлорадапсине в ряде случаев. Ну вот все их характеристики собственно описаны на слайде. Регистрировали электрическую активность с помощью метода локальной фиксации потенциала в ряде случаев конфигурации селлотач или холлселл. Ну и соответственно при возбуждении канала Радапсина второго длина волны рабочая 470 нанометров и галлорадапсина 590 нанометров использовалась. Вот следует отметить, что мы использовали, когда работали с каналом Радапсином, использовали котрансфекцию первичной культуры. почему? Потому что длина волны возбуждения канала Радапсина совпадала с длиной волны возбуждения флоресцирующего белка, с помощью которого мы находили эти клетки. Это не очень хорошо, поэтому использовался другой флоресцирующий агент. В данном случае показан нейрон, который светился красным светом. такие нейроны мы и отбирали для исследования дальнейшего. Это больше для студентов, которые присутствуют здесь в зале, показано, каким образом осуществлялась метод локальной фиксации потенциала. Соответственно, мы использовали несколько режимов, как при фиксации потенциала, так и тока. То есть в соответствии с этим регистрировался либо ток, либо генерируемые потенциалы в ответ на световое воздействие. Первое, с чего я начну, это та модель, которую мы использовали для того, чтобы определить возможность оптогенетической регуляции синаптической связи. Как я уже говорила, использовалась кокультура нейронов кортекса и нейронов стриатума, средних шипиковых нейронов стриатума. Причем в методическом плане сначала культивировали клетки кортекса, в них вводилась конструкция, содержащая апсин, а сверху нейроны средних шипиковых нейронов стриатума. Первое, что в смешанной культуре была до всяких оптогенетических исследований, проведена оценка спонтанной активности критикальных нейронов. на 14-й день культивирования культуры и на 19-й. Соответственно, проведено сравнение для клеток дикого типа, нейронов дикого типа и нейронов выделенных из трансгенных животных. Ну и видно, что фактически до 16-го дня несколько более активно вели себя все-таки клетки трансгенной линии животных, но затем эта активность на 19-й день серьезно падала. При этом исследуя морфологию клеток, не было обнаружено существенных различий в именно общем количестве шипиков, их распределение по подтипам, то, что мы обсуждали выше. И вот уже с 19-го дня, когда существенно снижалась спонтанная активность, было отмечено и морфологические изменения шипиков у средних шипиков нейронов стриатума. Поэтому и возникла идея, что, так сказать, возможно попробовать все-таки оптогенетически с помощью света поманипулировать активностью нейронов кортекса и посмотреть, что, как это будет реагировать нейроны стриатума. Ну и вот здесь, на этой схеме, собственно, на этом слайде продемонстрировано уже оптогенетический такой эксперимент. Нейроны коры трансфицированы соответственно генетическим вектором, содержащим галлородопсин. Они здесь красные на этом слайде. А зеленые это средние шипиковые нейроны стриатума. И вот видно, что, в принципе, при торможении, ой, при световом воздействии, при этом генетически модифицированные клетки коры, нейроны стриатума отвечают на это, в принципе, при воздействии оранжевого цвета отсутствием генерируемых токов в данном случае. Ну вот также и по такой же схеме видно, что при оптическом возбуждении нейронов коры стриатум отвечает также отсутствием генерируемых потенциалов действия. Аналогичная ситуация происходила, когда мы использовали синий свет и канал родопсин второй. Здесь тоже видно, что при активации нейронов коры фактически нейроны стриатума отвечали тоже активации. Ну вот таким образом в принципе было показано, что можно в такой системе в смешанной кокультуре в принципе модулировать синаптическую передачу с использованием оптогенетических подходов воздействовать определенным образом на силу синаптической связи. Ну и вот данный слайд как раз демонстрирует, что при длительном воздействии, поскольку здесь уже отмечалось, что галлородопсин это довольно медленная вещь и воздействие должно быть длительным, изменялось не только собственно говоря отсутствие генерации потенциалов и токов, но изменялось и количество шипиков. В то время, когда свет переставал действовать, опять же это количество шипиков восстанавливалось. Значит, вот здесь на данном слайде показано опять же, что при кокультивировании критикальных и средних шипиковых нейронов в принципе происходит, вернее, мы замечаем различия у трансгенных линий и у контрольных животных в количестве шипиков. и вот в принципе после 12 минут светового воздействия уже синим светом мы в принципе видим, что шипики практически приходили в норму. Таким образом, мы показали, что возможно регуляция вот в такой системе, регуляция светом активности, нейрональной активности смешанной системе. Но при этом конечно остается вопрос все-таки а какие же должны быть при этом подбираться условия. Так вот, оказалось, что в принципе модулируя длительность импульса, мы осуществляли импульсное воздействие при различной длительности импульсов практически изменялось число генерируемых потенциалов действия в пачке. Но здесь мы видим левая картинка слайд это для нейронов кортекса, а в данном случае для нейронов гиппокампа. То есть в принципе потенциалы действия от длительности зависит количество генерируемых потенциалов действия в пачке зависит от длительности светового импульса. Тогда мы решили немножко поисследовать вообще какие оптимальные режимы светового возбуждения для канала родопсина второго. И вот на этом слайде мы видим несколько таких полученных для наших экспериментов значений. Мы видим, что в принципе если длительность светового импульса от единицы до 10 миллисекунд, это не совсем достаточно для того, чтобы максимальная амплитуда тока генерировалась. Оптимальным является такой диапазон от 20 до 30 миллисекунд. И если длительность больше, то фактически тоже уже начинает света быть по-видимому слишком много, и мы видим, что опять же не оптимальная амплитуда генерируемых токов. Но в принципе для если исследовать изменение амплитуды от интенсивности источника излучения, то она имела линейную зависимость. Ну и также в принципе частота исследования импульсов также изменялось и изменялось число генерируемых потенциалов действия в ответ. Ну и в принципе мы в наших экспериментах получилось так, что оптимальной была частота генерации меньше 5 герц. Для этого случая фактически на каждое воздействие у нас нейроны отвечали генерации потенциала действия. Ну и вот здесь поскольку я так люблю некоторые представления параметрические вот я значит чтобы так сказать это удобное представление для того чтобы понять какие режимы можно оптимально использовать для генерации максимальных ответных токов в данном случае. Вот на по оси ординат представлена относительная амплитуда относительная это отношение первого амплитуды первого ответного тока к амплитуде второго тока который генерируется в ответ на второй стимул световой. И вот мы видим что если маленькие интенсивности при малых интенсивности это вот относительная интенсивность за единицу принята максимальная интенсивность света но соответственно все остальные это доля единицы и мы видим что самая минимальная амплитуда получается в том случае если у нас минимальная интенсивность и соответственно минимальная длительность импульса это понятно но И когда у нас максимальная интенсивность, но большая длительность. Таким образом получилось, что в принципе генерация ответных потенциалов действия – это дозозависимый эффект. И при больших дозах, по-видимому, теряет свою светочувствительность уже от ионный канал. Ну и оптимальным в данном случае 20 миллисекунд воздействия практически при любых интенсивностях здесь держится достаточно ровный ответ нейронов. Далее подобраны вот эти интенсивности, режимы световой стимуляции. В частности, мы выбрали такой режим стимуляции, который соответствовал достаточно большому количеству генерируемых потенциалов действия. И частота следования импульса была 1 Гц. Мы сравнили с электростимуляцией. Для данной линии, соответственно, это линия Альцгеймера, трансгенная линия, которая моделирует болезнь Альцгеймера. И, в принципе, и то, и другое по виду ответов, казалось бы, практически было одинаковое. Однако при использовании оптогенетических инструментов... Здесь видно, что нейроны трансгенных животных более активно генерировали потенциалы действия, но амплитуда была, в общем-то, меньше. При обобщении этих результатов мы получили такие данные, которые опубликованы в статье в журнале высшей нервной деятельности. Мы стимулировали и химические, и электрические, и оптогенетические. Все виды стимуляции показали, что клетки трансгенной линии животных с моделью болезни Альцгеймера в начальном этапе наиболее активно реагировали на все виды воздействия. Но затем они как-то, так сказать, снижали свою активность, в то время как контрольные линии держали активность достаточно постоянной. И вместе с тем, в отличие от всех видов стимуляции, вот оптогенетическая стимуляция показала то, что у нас было количество генерированных потенциалов действия существенно выше все время у трансгенных животных, у клеток трансгенных животных по отношению к дикому типу, но амплитуда была ниже. Объяснение этому из возможных объяснений, что именно это оптический канал, ионный канал, который стимулирует заход ионов в клетку, а линии животных, вот это КАИ, конкретно линия, уже с нарушенной кальциевой сигнализацией, с нарушением изначально ионов кальция. И возможно, как мы предположили, что на фазе, когда относительная рефракторность нейрона возникает, появляется какой-то очередной стимул, который снова запускает клетку. И отчасти подтверждением этому служило то, что мы сравнили при электрическом возбуждении стимуляции клеток, фаза остаточной гиперполяризации отличалась от того, что происходило с клетками при оптической стимуляции, в противоположную сторону. То есть все говорилось за то, что с какой-то фазы относительной рефракторности запускается снова активность нейрона в данном случае. Ну, теперь, конечно, остается вопрос большой, как все это регулировать, поскольку, конечно, как исследовательский метод оптогенетика себя в данном случае показала достаточно хорошо. Ну, вот опять же, может быть, такой немножко сложный для восприятия, но это мое любимое такое представление в параметрическом виде. И здесь явно видно то, что, допустим, все морфологические отклонения на 15-й день, вот тут несущественное различие между клетками, да, только на 19-й. А вот при, собственно, использовании оптогенетики мы видим, что просто для культуры клеток уже на 14-й день культивирования фактические различия просто в течение стимуляции, времени стимуляции видно, что, собственно, существенно различаются параметры. Ну, параметры здесь вот, в принципе, написаны на слайде. Один из параметров характеризует число спонтанно генерируемых потенциалов действия. Также второй параметр — общее количество шипиков. Затем параметр характеризуем, опять же, число генерируемых потенциалов действия. И второй параметр — это параметр, характеризующий величину амплитуды потенциала действия в ответ на световую стимуляцию. Прошу прощения сейчас. Таким образом, мы кое-какие выводы сделали для себя, что, в принципе, оптогенетика позволяет достаточно на ранних стадиях, когда еще отсутствуют морфологические изменения у клеток, обнаружить изменения в их электрофизиологической активности. Затем смешанная культура, в принципе, образуется в смешанной культуре функциональные синаптические связи, и при помощи оптогенетических методов можно осуществлять контроль и некую модуляцию силы синаптической связи в этой смешанной культуре. Также оптогенетика может дать дополнительную информацию по отношению, например, к электростимуляции. Понятно, что это такой общий вывод о том, что это достаточно интересно и практически важно. Основной минус, что все то, что здесь представлено, конечно, сделано на клетках, как мы можем говорить о всяких синаптических контактах и так далее. Поэтому немножко теперь хотелось бы о том, что мы планируем и что мы потихонечку делаем рассказать. Конечно, мы начинаем переходить на срезы. И вот та же кортико-стриотальная культура, которая показывала, смешанная, теперь мы пытаемся это воспроизвести на срезах. Как видно, что зарегистрировали спонтанную активность кортикального нейрона. Ну и вот кое-какие первичные данные. По регистрации светоиндуцированных потенциалов действия, которые записаны на средних шипиковых нейронах стриатома при воздействии синим светом на кору, в срезах мозга уже. Ну и здесь вот на компьютере, конечно, лучше видно. Тут видно, что место введения, собственно говоря, вируса. И что тут, соответственно, две области мозга. И можно, так сказать, тут уже опять же синаптическую связь. Ну это предварительные какие-то результаты, поэтому о них пока сложно говорить, но мы к этому идем. Ну и также движемся в сторону исследования срезов гиппокампа. Вот здесь мы видим то, что уже ребята получили, достаточно хорошие срезы. И, собственно, то, что мы инжектируем, и результаты инжектирования достаточно хорошо уже видны. Каким образом следующий у меня такой раздел наших работ связан с тем, что все-таки каким образом можно регистрировать? Ну это вот классическая, так сказать, схема, которую я, собственно, из книги взяла Николса. Понятно, что для срезов и целых животных уже лучше использовать не метод локального фиксации потенциала, так сказать, межклеточные потенциалы регистрировать. Поэтому группа, так сказать, у меня студентов и аспирантов работает над некой установкой для оптогенетических исследований на животных, ну, ин вива, скажем так. И что мы уже, какие у нас вещи были сделаны в этом плане. Ну это, естественно, то, о чем уже говорил Николай Николаевич, читаем, так сказать, некие оптроды, не наши, соответственно. Ну вот мы, значит, сначала ребята разработали некий эскизный вариант импланта, мультиэлектрода. Ну здесь понятно, что показана возможность света, который можно подводить. А это уже, собственно, то, что, поскольку Политехнический университет велик и могуч, вот это результаты деятельности совместной с лабораторией микро- и наносистемной техники, заведующей лабораторией Евгений Нилыч Пятышев, собственно, нам вот изготовили, в соответствии с нашими эскизами, некий такой имплант, который содержит 4 канала регистрации. Ну вот это некая разработанная такая схема для проведения оптогенетических исследований, собственно говоря, с использованием вот этого данного имплантируемого устройства. Ну и вот это первое мы провели, так сказать, тестирующие исследования. Вот здесь вот в этой чашечке, собственно, свежевыделенный мозг мышки, а это вот то, что регистрирует наш 4-канальный электрод. Ну и, собственно, относительно вот этих всех работ, завтра будет постерная сессия, и аспирант Максим Матвеев будет стоять около постера, можно все вопросы ему задать. А вот то, что касается наших всяких световых режимов и так далее, тоже будет постер, и там аспирант Александр Ерофеев подробно все расскажет. Ну и, собственно, уже я подхожу к завершению моего выступления. Это так, группа ребят, которых я хотела бы продемонстрировать, молодые, талантливые ученые, которые приняли участие в этих исследованиях. Ну и, конечно, поблагодарить весь коллектив лаборатории, потому что у нас очень дружная лаборатория, все друг другу помогают, и Лью Борисовича, который нас поддерживает в наших изысканиях. Спасибо большое всем за внимание. Спасибо, Ольга Леонардовна. Коллеги, какие вопросы? Да, Петр Ильич. Спасибо большое. Спасибо за доклад. Я вначале, как говорят, стал крючиться потихонечку, когда вы очень долго рассказывали про культуру клеток, потому что я всегда рассказываю, когда культуру клеток для таких вот исследований с трансгенными животными, с патологиями, очень трудно использовать, потому что в процессе культуры тканей изменяется очень много процессов. Голиальные клетки, меняется все. В конце вы сказали, что вы все это, конечно, хорошо, замечательно понимаете. Но с другой стороны, у меня вопрос к вам, а потом, может быть, будет объяснение. Вы показали, что очень интересно, и все равно в культуре результат у вас, что в модели Альцгеймера у вас количество потенциалов действия возрастает, возрастает возбудимость и падает, уменьшает амплитуда потенциала действия. Как вы это объясняете, во-первых, очень четко, и мерили ли вы потенциал покоя этих клеток? Ну да, ну все это, конечно, было, но вот как объясняем, мы пока надо, как вы понимаете, дополнительные какие-то исследования. Мы сейчас пытаемся, пока я вот объяснила так, что каким-то образом, каким образом, не знаю, потому что все-таки это ионный канал, заходят ионы. Но у меня, честно говоря, в статье есть объяснение, связанное с изменением там PH, закислением и так далее. Может быть, все это и не так. Мы, честно говоря, вот не проверяли. Это замеченный факт, поэтому трудно вам сказать. Мы сейчас связались с людьми, которые занимаются моделированиями. И, во-первых, эти ребята сказали, что они нам могут подсказать, какие ионы, возможно, заходят. Моделирование, это, конечно, хорошо. Но первое, значит, дело в том, что первое, что приходит в голову, потому что у вас, когда модель Асгеймера, там энергетика нарушается очень сильно, и у вас просто насос плохо качает, у вас потенциал покоя будет выше. Когда у вас потенциал покоя меньше, у вас будет раньше возникать потенциалы действия. Они будут быстрее тезать. Ну, мы все это вот сравнивали. Но мы сравнивали, поэтому... Я вас спросил. Да, мы сравнивали. Как будто вы не мерили. Нет, мы мерили, мы сравнивали. Все нормально, да. У нас было нормально. Не меняется? Не меняется. Вот это во-первых. А второе, конечно, это средние величины, потому что в гиппокампе 40 типов интернейронов. Все они очень по-разному работают. Есть фас-спайкин, есть медленный спайкин, есть которые... Поэтому сравнивать их тоже очень-очень трудно. Ну, здесь, да, но здесь, в принципе, понимаете, статистика. Тут достаточно большая статистика была. Это мы, как знаем, там математика, она, в принципе, про это говорит. Здесь было много нейронов, в принципе. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Да, пожалуйста. Вот там я вижу руку. Спасибо большое за содержательную лекцию. У меня вопрос по очень удивительному эффекту, который вы получили. Вы как-то очень быстро пролистнули слайд. Я так понял, что в ответ на фотостимуляцию идет изменение морфологии дендритов, то есть уменьшается количество шипиков. И это происходит в течение, ну, я не знаю, 60 секунд, то есть очень быстро. Нет, 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 там не 60 секунд. Там как раз длительно они оранжевым светом подавлялись, поскольку там вот этот как раз... Ну, то есть это не часы, да, получается? Нет, не часы. Вот какая ваша рабочая гипотеза? Что происходит? Может быть, это, кстати, токсичность, и шипики просто лизируются, прячутся? Или что происходит? Ну вот я, к сожалению, пока у нас, вот видите, на стадии обнаружения эффекта. Чтобы, так сказать, исследовать, надо дополнительно посмотреть. Действительно, мы сейчас делаем установки, которые и кальций измеряют дополнительно при оптогенетической стимуляции, так сказать, изменения кальция. Просто пока это сложно сказать, пока нет дополнительных каких-то исследований. А вы, получается, стимулировали ту же клетку, в которой смотрели шипики или другую клетку? Нет, там, в принципе, смешанная ко-культура. Там в клетках коры содержатся апсины, собственно говоря, да, а, собственно, шипики изменяются уже в клетках средних шипиковых нейронов с триатома. То есть там как раз в ответ на то, что изменяется активность нейронов коры, изменяется ответная активность нейронов с триатома. Вот в этой связке как раз. Понятно. Ну, спасибо. Просто я тоже занимаюсь нейродегенерацией, и вот завтра будет постер, я нашел примерно такой же эффект. Хорошо. У вас похожий, да, эффект? У меня похожий эффект. Я фотостимулировал астроциты, но вот очень изменилась морфология клеток Поркиния. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Просто, ну, дело в том, что у нас мы только, так сказать, несколько лет на освоение вот этих всех методик затратили. Так что прошу нас, пока мы сейчас это все... И плюс еще дополнение. Вот мы обсуждали здесь спайки, да, то есть адекватный ответ клеток с нейродегенерацией. Просто недавно вышла статья американских коллег, это было на Можечке, то есть они адекватно реполяризовали клетку, то есть приводили к большему хайперполяризейшн, и это адекватно заводило клетку уже в нормальном режиме. То есть, может быть, здесь то же самое, вам нужно проверить просто. Спасибо. Спасибо. Игорь Вадимович, последние короткие вопросы. Да, просто продолжение вопроса коллеги. Вот просто вы не определили ли все-таки природу тока, входящего, который как бы идет через эти трансфицированные каналы, то есть натриевый, кальциевый. Ну это же элементарно вообще-то. Это первым делом надо делать. Хорошо, да, спасибо, спасибо. Спасибо большое. Давайте еще раз поблагодарим Ольгу Леонардовну. Спасибо. Спасибо. Спасибо.